как не передавать не перенимать его недостатки если служит богатому человеку не знаю знаю ответа на этот вопрос поэтому я не служу богатому человеку я хочу служить святому человеку потому что я понимаю что деньги это не то для чего я должен жить часто люди заботятся от тех мелочах которые бог им естественно образом дает если хотите знать правду я вам ее скажу у каждого человека есть желание успеха денег и все прочее у каждого человека в моей жизни случилось так что в какой-то момент я это было мне тогда было 28 лет и отказался от всего ради того чтобы служить людям ко мне присоединилась еще несколько человек и мы тогда поехали из самары на вазовскую одну турбазу и начали там пансионат открыли начали всем помогать заботятся люди и с этого момента вот клянусь вам я забыл что такое нужда в деньгах не то что у меня денег прям лопатой отгребалась с каждым каждый раз я не про это говорю я забыл потому что мне это стало не интересно мне так хотелось думать о людях заботиться помогать и настолько счастья от этого получал что мне совсем не интересно стало думать о том чтобы что-то заработать вот пропал интерес и бог давал столько сколько нужно для жизни понимаете это закон который происходит тогда когда человек реально посвящается матче чему-то более высокому когда человек более высокому в своей жизни себя посчитает подчинять более низкая приходит само собой это естественный закон понимать который человек должен понять и чем больше человек заботится о своих нуждах тем больше он в жизни страдает и упахивается чем больше он думает о нуждах других тем меньше ему приходится заботиться о самом себе вот сейчас зададим вопрос владимир георгиевич вы думаете о деньгах своих сейчас не тоже не думает ведь не без вас беспокоит сколько вы денег будете иметь бог дает владимир георгиевич тоже дает все же очень просто мои хорошие проблема ведь в чем жадность правила сгубила понимаете у нас сердце сидит вот эта жаба ее надо душить жаба у нас есть жаба в сердце и и надо душить скользкую вонючую надо душить понимать тогда станете мягкими пушистыми жабу надо душить вот это желание жить для себя квартиры 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 то надо душить понимаете потому что когда человек начинает беспокоиться о чем-то более высоком своей жизни все остальное приходит само собой это естественный закон жизни проблем почему мы так мучаемся то с этим совсем зарплатой с работой почему так мучаемся потому что мы не имеем более высоких желаний эти более слойки высокие желания приобретаются от одного человека к другому от кого-то это надо перенять в своем сердце я вам сейчас очень сокровенные вещи сказал вы можете подумать что я сочиняю вас может быть такое чувство в сердце это ваше личное чувство я вам искренне честно сказал правило жизни человек в результате возвышенного общения меняет интересы в жизни это что наполняться должно сама в жизни само собой она само собой и наполняется вот птичка может запасти зерно или нет она беспокоится запасение зерна где зерна увидела там и клюнула так и человек понимаете он в жизни всегда получит то что ему надо потому что бог заботится обо всех людях но мы этого не понимаем почему же люди остаются голодными на в холоде в голоде там иногда потому что они этого закона не знают понимаете когда человек знает этого закон он попадет туда куда надо в то время когда надо понятно система нет надо только четко знать этот закон если вы привязались к ну к личной нужде это личная нужда поработит все ваше существо я выйдет там есть такие люди которые целыми днями кирпичи носят на шее у себя и постоянно вот за мизер за горстку риса они работают я подошел такому к одному человеку и спросил его послушай меня вот видишь вот духовная организация и гиптом живи просто стань монахом там будет тебе все и покушать и все то есть молодой парень неженатый иди просто молись богу там там эти индусы которые вот в храмах живут они часто пухленькими такими становятся из деревень приходят просто там живут в храме заботятся о людях служат всем и у них все есть и покушать и ну все у них жизни есть они счастливы они получают очень хорошее общение они получают очень хорошее образование и потом становятся успешными людьми в жизни пять десять лет он живет в храме обучается ведической мудрости и потом его на работу берет какой-то серьезный человек и он серьезно ему помогает этот парень который выучился духовному знанию у него хороший характер у него идеальное поведение у него самоконтроль все что нужно человеку все человек получает просто в этом храме хотя он был голиком и жил какой-то там глухой деревне до этого он изучает иностранный язык там и все прочее все что нужно для жизни это пример того что и пожертвуй вот просто пяти годами не упахивайся как ишак а просто будь рядом с возвышенными людьми и учих учись у них жизни и знаете что этот человек не ответил он мне сказал мои родители мои деды все таскали кирпичи и я ничего другого не знаю я неграмотным говорит богу молиться не нужно грамот тебя там научат всему просто иди богу молись он не пошел так он не пошел почему потому что он в этот процесс не верит что когда человек себя богу отдает он быстрее в тысячу раз все получает жизни чем если бы он делал обычные дела которые все люди остальные делают этот закон не только в индии работает работает везде в нашей жизни потому что есть два способа достичь результата первый способ внешний тяжелый второй способ внутренний легкий приведу пример смотрите допустим вы поругались мужем проведите такой эксперимент первый вариант пытайтесь наладить отношения словами внешне второй вариант просто сядьте и начните молиться богу и в сердце в своем наладьте отношения когда вы в сердце наладите отношения вы увидите что даже налаживать отношения внешне не надо потому что вы с ним встретитесь на кухне случайно и начнете друг друга улыбаться уже потому что отношения только в сердце живут они не живут снаружи все что в сердце проиция происходит это нестина а в том что снаружи производства это результат того что происходит сердце поэтому достаточно просто в сердце наладить отношении с мужем и не надо уже с ним выяснять отношении все будет налажено внутри естественно почему же мы в сердце не налаживаем отношения потому что мы скупы в сердце мы не хотим над ним работать трудиться мы хотим чтобы он трудился поэтому подходим к нему начинаем вы снять отношения что означает ты должен сделать для меня вот это он горит нет ты должна сделать для меня и начинает опять ругаться и и и и и